Вот это называется компактная струя. До 10 метров примерно, 10-15 метров струя. Если горит вблизи где-то, и тушим как бы распыленной струей. Принцип работы Ермака так же прост, как и детского водяного пистолета. Это пожарная ранцевая установка. Несмотря на спецмашины, бронзбойты, без этого 20-литрового рюкзака в тушении лесных пожаров в горах никуда. Там, где не пройдет ни одна машина и куда не достанет вода, Ермак незаменим. Именно с такими ранцами пожарные выходили против огня в лесах недалеко от поселка Джанхот. В горной местности сложновато, тяжеловато получается. А так очень эффективная вещь. Губернатор края Александр Ткачев сегодня с воздуха оценил ситуацию. Во время облета он осмотрел площади, которая охватила огонь. Здесь и непролазные чащи в горах, и заполненные людьми базы отдыха. На одну из них ночью пришлось эвакуировать людей. Уже на земле глава региона проверил работу пожарной части Геленджика. Ее сотрудники были брошены на борьбу с огнем рядом с базами отдыха и населенными пунктами. На тушение пожара были задействованы больше 300 человек. Самое главное, что при лесных пожарах, их надо немедленно, все службы, которые есть, федеральные, краевые, муниципальные, спасатели, казаки. Вот когда они всем скопом, тогда мы и быстро тушим. Не каждый регион страны добился этой консолидации всех федеральных, краевых, муниципальных служб. Пожаротушение, просто доброволецов, казаков. И это и есть результат такой быстрой и достаточно слаженной работы. Но основной силой в борьбе с огнем стал лесопожарный центр в Геленджике. Его сотрудники борются с огнем только в лесах. В Геленджикский специальный отряд входят 40 человек. Эти бойцы знают, как непредсказуем огонь в горном лесу. Краевой лесопожарный центр был создан два года назад. Александру Ткачеву показали технику, которая стоит на вооружении. По словам сотрудников центра, в этот раз они справились. Но при более крупном пожаре этих машин может не хватить. Александр Ткачев, два года еще практически ничего не было. Вы приняли решение создать лесопожарный центр, который сегодня системно занимается и профилактикой лесных пожаров, и тушением. И есть определенная логистика передвижения средств. Допустим, что-то не хватало, перебросили средства с Новороссийской, с Абинска, с Жубы. То есть практически всемиром навалились, затушили в один день. Мы сейчас пролетали, видели очаг возгорания и площадь. Я прекрасно понимаю, что это могло быть гораздо хуже. То есть мы практически его локализовали. Конечно, обидно, что пожар возник именно в самой святой святых. Жанход, излюбленное место отдыхающих, Пицунская сосна. В общем-то, это колыбель ее, по большому счету. Но очень надеюсь, что часть восстановится. Ну, конечно, что-то и погибло. Но, самое главное, жертв нет. И я знаю, что работали очень оперативно, слаженно. И взаимодействие было между службами. Ну и, конечно, прежде всего, отличился лесопожарный центр. Это действительно такой был урок испытания. Только профессионализм и взаимодействие всех служб позволило остановить распространение пожара. Об этом губернатор говорил уже на краевом селекторном совещании с участием руководителей региональных министерств и ведомств. На видеосвязи были также главы всех районов. Ситуация в Геленджике показала, что огонь может вспыхнуть там, где не ожидали. Третий класс пожарной опасности не самый высокий. Но жара и ветер сделали свое дело. За несколько часов было две критические ситуации, когда пламя уже прорывалось к населенному пункту. Раза четыре менялось направление ветра и, соответственно, направление движения огня. И были максимально тяжелые рельефные условия, горная местность, труднопроходимые места, невозможность была прохождения тяжелой нашей техники. Работали практически вручную. Но, в общем-то, это обеспечило эффективность. Мы начали эвакуировать людей из кемпинга «Голубая бездна», вблизи которого происходил пожар. И есть база отдыха «Океан», где также проживали отдыхающие. В общей сложности было эвакуировано в специально отведенный сборный эвакуационный пункт порядка 330 человек. Кроме того, с «Голубой бездны» было выведено более 40 единиц автомобилей. Как распространялся огонь, видно на этих кадрах. Их сделали накануне днем с вертолета. Подобный сценарий событий может повториться в любом районе. Максимальная природная пожарная опасность не только в Геленджике, но и в Новороссийском лесничестве. Здесь больше хвойных деревьев. Высокий класс пожароопасности сегодня также в Каневском районе. Поэтому, как отметил Александр Ткачев, для глав муниципалитетов на первый план должна сегодня выйти именно профилактическая работа. Я обращаюсь к вам и главам поселения. Профилактическая работа, это предупредительная работа, она тоже имеет сегодня решающее значение. Легче предупредить, легче подложить костер, легче написать правила и провести разъяснительную работу с людьми, чем бороться с последствиями, которые, конечно, имеют катастрофическое значение и объем и так далее. Я думаю, что на этом муниципальная власть должна, прежде всего, сконцентрироваться и, конечно, поддерживать свои центры. О том, что надо быть на чеку, говорят и прогнозы синоптиков. До сентября на Кубани прогнозируется жаркая погода без осадков. Температура воздуха в тени достигнет 38 градусов. Поэтому главы районов, как считают в МЧС, должны ориентироваться, прежде всего, на информацию метеорологов. При введении 5-го класса, если он действительно продлится 3-4 дня, и прогноз погоды будет на ближайшую неделю подтверждаться, что будет жаркая погода без дождя, надо смело вводить противопожарный режим. Это проводится в КЧС и вводит глава. Противопожарный режим устанавливаем на уровне края. Мы рекомендуем территория, исходя из температурного режима, ветра, направления и других составляющих. И мне кажется, это правда. Коллеги, к этому прошу отнестись серьезно. И как минимум на уровне муниципалитетов, заместителей, главы администрации, должны у каждого главы, человек, отвечающий за эту работу и координирующий работу всех федеральных муниципальных служб на территории муниципалитета. И мне кажется, это только даст серьезный плюс. И, конечно, надо разбираться с этим хозяйством. Вот со всем противопожарным хозяйством внутри любого города, района разобраться серьезно, посмотреть, что есть. Плюс взять на вооружение технику, которая стоит где-нибудь в утиле или совершенно не по назначению используется. Сконцентрировать ее на этом главном направлении. Еще раз посмотреть по кадрам, по людям. Практически все лесные пожары возникают по вине человека. Сейчас, в разгар курортного сезона, особенно важно уделить внимание противопожарной безопасности территориям, где размещены кемпинги и базы отдыха. Разъяснительную работу следует провести, как сказал губернатор, и с фермерами, которые, несмотря на запрет, после уборки урожая жгут на полях стерню.